Любое конечное множество точек на плоскости можно разбить на три части меньшего диаметра. Давайте я скажу несколько слов о том, как можно было бы доказывать наше утверждение про три части в случае, когда точек не конечное число, но когда мы имеем дело с целой фигурой. На самом деле утверждение верно и для фигур тоже. То есть каждую фигуру, ну или каждое множество точек, не обязательно конечное, на плоскости можно разбить, развязать на три части куска меньшего диаметра. Мы пока это доказали только для конечных фигур, для фигур, состоящих из конечного числа точек. А на самом деле это верно всегда. Другое множество, не обязательно конечное, можно разбить на три части меньшего диаметра. Ну вот нарисовано какое-то множество. Там абстракт совершенно страшный. Помните, я там рисовал какую-то заковыристую фигуру? Ну там вот такая заковыристая фигура, не важно. Вот как можно было бы действовать? В чем могла бы состоять идея, доказательство этой теории? А очень просто. Давайте предположим, что мы сумели, внимание, давайте предположим, что мы сумели любую такую фигуру загнать внутрь, загнать внутрь, некоторые универсальные фигуры, одно и то же для всех множеств. Вот придумали какую-то универсальную фигуру и доказали, что любое множество можно внутрь нее поместить. Вот представим себе, что такое нам удалось. Тогда как разбить вот эту фигуру на три части? Согласитесь, что достаточно разбить нашу универсальную фигуру на три части, и если она разобьется так, как нам надо, то и, понятное дело, любое ее множество тоже разобьется. Весь вопрос в том, как построить такую универсальную фигуру. Слушайте, а вот еще какая мысль, наверное, вам не всем приходит сейчас в голос. А я вам ее сейчас озвучу. Смотрите, вот мы здесь хотим доказать, что каждую фигуру на плоскости можно разбить на три части. А понимаете ли вы, что на самом деле нам достаточно формулировать это утверждение только для каждой фигуры, имеющей диаметр 1? Вот представим себе, что вы взяли фигуру диаметра 1 и научились разбивать ее на три куска. Как тогда разбить произвольную фигуру на три куска меньшего диаметра? Вот есть произвольная фигура, что надо сделать? Знаете такое преобразование, гомотеть? Сжать вы эту фигуру можете по всем, то есть направление, так вот, сжать, сплющить. Сожмите ее до состояния, в котором она примет диаметр 1 и разбейте, а после этого раздуйте обратно, то ясно, что получится нужное разбиение. А? Ну вот и здорово. То есть на самом деле, вот здесь можно писать каждую фигуру диаметра 1. Диаметра 1 на плоскости можно разбить на три части меньшего диаметра, и если мы эту теорему как-нибудь обосновываем, то, конечно, мы уже понимаем, что вообще любую фигуру можно разбить на три части меньшего диаметра. Если с диаметром 1 разобрались, то есть с любым тоже. Посмотрим на какую-нибудь фигуру диаметра 1. И давайте попробуем сообразить, куда ее точно можно заключить, в какую тюрьму. Смотрите, как надо делать. Давайте проведем какую-нибудь прямую, совершенно произвольную, но которая не проходит пока что через наше множество. И давайте двигать эту прямую вот так, параллельно самой себе, пока она не встретит впервые какую-нибудь точку нашего множества, нашей фигуры. Вот встретила и остановилась. А потом проведем с другой стороны такую же прямую, параллельную, исходной, и тоже ее будем двигать в сторону фигуры до тех пор, пока она не встретит первую точку этой фигуры. Какую-нибудь или несколько точек, как повезет. Пока она не наткнется на фигуру, мы ее двигаем, как наткнулась, останавливаемся. А теперь давайте проведем прямую, которая перпендикулярна вот этим прямым, ну и, скажем, находится снизу от нашей фигуры. И ее будем двигать в сторону фигуры, пока она в нее не уткнется. А потом, естественно, сделаем то же самое сверху, и будем двигать, пока не уткнемся. То у нас получилось вот это вот что за конструкция? Прямоугольник, да? А какие у него длины сторон? Нет, ну вот этих вот сторон, какие у него длины? Вот этих равные, понятно, и этих равные, но какие? Не больше их единицы. Потому что диаметр исходной фигуры у нас один. Значит, длина вот этой стороны не больше единицы, и вот этой стороны не больше единицы. Как бы мы там ни строили, с какой бы стороны мы ни заходили, длины этих сторон будут не больше единицы. Но согласитесь, что такой прямоугольник с длинами сторон не больше единицы, конечно, может быть целиком запихнут, а внутри квадрата со стороной один в точности. Ясно, что можно такой прямоугольник целиком погрузить внутрь такого квадрата, правда? Ну вот это и означает, что какую бы фигуру диаметра один на плоскости мы не взяли, она точно может быть заключена в квадрат со стороной единицы. Понятно рассуждение? Это называется универсальная покрышка. Квадрат служит универсальной покрышкой, потому что он может покрыть любую фигуру диаметра один. Но я хочу заметить, он сам не имеет диаметра один, он имеет диаметр корень из двойки. Тем не менее, он служит универсальной покрышкой, он покрывает любую фигуру. Мы его так можем развернуть, чтобы он покрыл наперед заданную фигуру диаметра один. Всегда мы это доказали. Согласны? То есть, если мы теперь научимся, скажем, квадрат разбивать на части меньшего диаметра, то и любая фигура на части такого же диаметра может быть разбита автоматически, потому что она целиком содержится в нашем квадрате. К сожалению, эта универсальная покрышка не помогает доказать теорему. Но есть теорема, которую я не буду доказывать, ввиду все-таки ее трудности определенной. Теорема утверждает, что универсальной покрышкой, помимо квадратов, универсальной покрышкой на плоскости служит правильный шестиугольник. Давайте я его просто нарисую, чтобы было покороче. Правильный шестиугольник, я его нарисую, у которого расстояние между вот такими парами параллельных сторон, ой, не так, нарисовал, расстояние, вот эти все длины равны единичке. Если взять правильный шестиугольник, у которого вот эти расстояния все равны единице, то он тоже является универсальной покрышкой, как и квадрат. То есть внутрь него можно загнать любую фигуру диаметра 1. Но это более недривяемый факт, это сложно доказываться относительно. Вам придется вот просто поверить, пока что. Но наиболее пытливые слушатели, которые желают все-таки разобраться в большем количестве деталей, на сей предмет могут почитать замечательную старую книжку Балтянского и Гофберга. Вот давайте я тоже порекламирую в какой-то мере Балтянский и Гофберга. Теорема и задачи комбинаторной геометрии. Теорема и задачи комбинаторной геометрии. Там очень аккуратно вот это вот рассуждение проведено, и при желании вы можете открыть эту книжцу, она для школьников в принципе написана, и прочитать, почему действительно шестиугольник служит универсальной покрышкой. Ну, а коль скоро шестиугольник служит универсальной покрышкой, мы можем доказать нашу теорему. То есть вот эту теорему мы теперь докажем. Смотрите, давайте я нарисую еще раз наш шестиугольник, который, как мы верим, служит универсальной покрышкой. Давайте подумаем, как разбить этот шестиугольник на части, диаметра которых меньше единицы. Никто не скажет. Нету идей, как разбить такой шестиугольник, вот тут его расстояние один. Как его разбить на части, чтобы каждая часть имела диаметр меньше единицы? Надо взять центр, это правильно, да, а дальше как? Да, надо опустить вот сюда перпендикуляр, сюда перпендикуляр, вот так вот. И вот сюда перпендикуляр, то есть в стороны взять через одну, прочередовать так. Нетрудно проверить, что диаметр достигается на вот таких вот точках. Вот здесь вот находится диаметр. И нетрудно посчитать, что этот диаметр в точке стиральной полионестройки пополам, что, конечно, меньше единицы. 0,866, там что-то такое. Если вы посчитаете, стандартными геометрическими средствами это расстояние, оно в точности такое, но это меньше единицы. То есть мы на дроссальную покрышку разбили на три части, диаметр, каждый из которых меньше единицы. Ну, значит, мы и каждое множество диаметра один, которое целиком в нашей покрышке стало бы содержаться, можем разбить на три части диаметра меньше один. То есть мы доказали теорию, но не доказали вот это изверждение. Ну, что ж поделать, что-то придется оставить в закатах. Идея, по крайней мере, ясна. По крайней мере, понятно, в чем наша задумка. Строить универсальные покрышки.